Добрый вечер, друзья! Сегодня вы увидите ремейк LOMS Look Over My Shoulder Виктора Ченга, mock case interview с фидбэком в реальном времени, а также познакомитесь с Евгением Лугачевым, преподавателем курса Business Judgment, он же бизнес мышления. Евгений раньше работал в консалтинге и за последние три года помог более дюжины кандидатов получить заветный оффер в Большую Тройку. Как он это делает? Он дает очень подробный фидбэк, супер детальный. Впрочем, я думаю, вы сейчас все сами увидите. И вот этот вот перфекционизм и внимание к деталям помогают Евгению очень круто прокачать своих кандидатов. А если к этому добавить еще и супер подробные обзоры индустрий и инсайты из разных индустрий, то получается, что курс бизнес мышления очень здорово поможет сильным кандидатам добиться мастерства и получить заветные офферы. Так что, если вы являетесь таким сильным кандидатом, смело щелкайте по ссылке в описании, и курс бизнес мышления вам очень здорово поможет. Ну а если вы таким продвинутым кандидатом пока еще не являетесь, смотрите видео, тренируйтесь и становитесь продвинутым кандидатом. Поехали! Значит, условия следующие. К вам обратился CEO телекоммуникационной компании, к нему в свое время обратился его друг с просьбой купить у него спутник. И, в общем, он ему, как старому другу, оказал услугу, купил этот спутник. И теперь, собственно, спрашивает у вас, как у консультанта большой тройки, что ему с этим спутником делать. Так, окей, хорошо. Что делать? Значит, если я правильно понимаю, значит, этот наш клиент – это CEO телекоммуникационной компании, и он купил у своего друга спутник, при этом просто по какой-то дружеской причине, или же, возможно, были какие-то на это цели, что-нибудь такое? Ну, как я сказал ранее, здесь он просто хотел помочь другу, ему нужны были деньги, купил, в общем, особо не думая о том, что делать дальше с этим спутником. Собственно, поэтому он сейчас и задается вопросом, что с ним делать. Ага, хорошо. Так, интересно. Я почувствовал, что ты запнулся вначале. Видимо, ты немножко растерялся из-за того, что нестандартный кейс по своей вводной. Вот. Здесь это очень важный момент, потому что считывается интервьюером неуверенность твоя. Ну, там дальше по кейсу тоже были сигналы, я тебе скажу, какие конкретно, потому что ты немного растерялся. Вот. Здесь что нужно делать в таких случаях, когда понимаешь, что кейс нестандартный, и, ну, для тебя нетипичный, и ты пока не понимаешь, что делать. Вот. На самом деле, какой бы кейс ни был, все кейсы решаются одинаковыми инструментами. Структурированием и заданием правильных вопросов. В любом кейсе на старте ты должен узнать четыре вещи, независимо, что там за кейс. Либо у тебя молокозавод, и нужно посмотреть, что произошло с прибылью, почему она упала. Либо тебе нужно найти там, словно партнера для нашего интервьюера там по жизни. Ты, наверное, слышал о том, что в McKinsey один партнер задал вопрос, значит, я несчастлив, что мне нужно сделать, чтобы быть счастливым. Вот и нестандартный кейс. Соответственно, все они решаются одинаковыми инструментами, и вот эти четыре вещи, четыре вопроса, которые надо на старте спросить, следующие. Первое. Это какая цель у нашего клиента? То есть фактически то, на что он в первую очередь будет смотреть. Это может быть прибыль, это может быть срок окупаемости, это может быть NPV, именно вот какой-то некий показатель. Второе. Это KPI этого конкретного показателя, то есть числовое выражение. Окупается за три года, NPV положительное в первый год, там прибыль 100 миллионов долларов. Третий момент. Это бизнес-модель. То есть нужно понять вообще, как устроено то, чем занимается клиент, и то, что он хочет. Собственно, вот цепочку всего вот этого процесса нужно понять. В данном случае мы должны были понять про то, что, собственно, из себя представляет спутник, прям вот подробно. Откуда он взялся, как он, что было с ним, когда он был у нашего друга, что с ним сейчас, для чего он, как его можно вообще в принципе использовать. А как правильно, вот, чтобы уточнить все эти детали, как правильно вопрос формулировать тогда и задать? То есть не могли бы вы мне рассказать о бэкграунде этого спутника или что? Нет, здесь, конечно же, нужно не совсем такой абстрактный вопрос задать, да, а что-то более конкретное, желательно структурное. В твоем случае в этом кейсе нужно было спросить следующее. Могли бы вы уточнить относительно спутника две вещи? Первое, что с ним было до момента покупки? И второе, как мы, для чего он вообще предназначен на текущий момент. То есть условно его форму и содержание. Да? Окей. И, значит, четвертый момент – это мотивация. Это такой вопрос со звездочкой, его не всегда нужно задавать, только если сам кейс, его вводная напрашивает, ну, подсказывает тебе, что нужно про него знать. Что это такое? Это почему клиент хочет сделать именно то, что он тебя спрашивает. Например, кейс про выход на новый рынок, геоэкспансии. Вот сейчас клиент, например, продает обувь только в Европе, хочет выйти на рынок России. И спрашивает тебя, стоит ли ему вообще туда выходить. Все, вводных больше никаких нет. Здесь сразу напрашивается вопрос, а почему, собственно, вдруг он захотел выйти на тот рынок? И ты, задавая этот вопрос, можешь узнать следующую информацию, что на рынке Европы пошла стагнация или жестко жмут конкуренты. И поэтому, если клиент останется на рынке Европы, он может, в общем-то, пойти в состояние банкротства, и ему нужно как можно больше рассмотреть альтернатив его текущему положению. Поэтому, даже если ты приходишь к тому, что у него там отрицательный MPV, например, вот, выхода на рынок, ты должен обязательно попробовать либо улучшить его, либо предложить ему еще какие-то опции в блоке рекомендации, так называемый big picture блок, где продаются, как правило, дополнительные условно проекты. Понял. Ну, на самом деле, на реальных проектах в консалтинге так все и происходит. Когда приходят с решением партнеры, да, там, или senior manager уже докладывают борду, они говорят, что вот, ребята, конкретно ваши проблемы решаются вот так, но есть вот такой-то момент, и если вот вы нам доверитесь, мы сделаем вам еще вот это. Это фактически вот это big picture, где они говорят, что, ребята, сверх этого надо еще вот сюда посмотреть, мы готовы для вас это сделать. Это доп. продаж. Окей. Здесь что бы было big picture? Этот блок применим в данном случае? Здесь нет. Здесь он конкретно неприменим, потому что он просто хочет понять, что делать со спутником. Ну, то есть он его купил, потому что хотел помочь, здесь все понятно. А мотивация спрашивается именно о том, что он хочет. Хочет его как-то использовать. Ну, как бы вопрос, почему он хочет его как-то использовать, она очевидна. Он сидит с активом, надо что-то с ним делать. То есть здесь сам этот вопрос не напрашивается. Напрашивается он в, как я тебе сказал, двух в основном видах кейсов. Это market entry и новый продукт. Вот компания, она на текущий момент там с одной линейкой, и тут она решила новый какой-то продукт запустить. Что, чем это вызвано? Тем, что текущие продукты убыточные, либо они хотят новую нишу открыть, либо хотят диверсифицировать риски. Ну, в общем, тут может быть много вариантов. И важно, чтобы ты понимал вот эту подноготную, потому что от нее должно танцевать на самом деле твое решение. И в реальных проектах в консалтинге всегда, как правило, it's all about people, есть интересы отдельных сторон, которые не прописаны в ТЗ проекта, которые просто в голове там у отдельных SEO. И хоть написано, что надо разработать стратегию там на следующие 10 лет компании, которая принесет наибольшую прибыль, но конкретно у одного SEO стоит в KPI определенный показатель, который учитывается в этой стратегии. И вот он должен выйти на определенный уровень. Это все как бы узнается уже непосредственно от общения с контрагентами. Окей, значит здесь, что касается вот четырех наших моментов, ты не уточнил вопрос про конкретную цель нашего клиента. То есть на какой показатель в первую очередь он хочет ориентироваться, вот что для него важно. Я подумал, что если он спрашивает, то есть обычно я спрашиваю про цель, когда, например, говорят, что конкретно хотят, там, не знаю, занять новый рынок или вывести новый продукт, то есть люди знают, что они делают. Вот когда люди не знают, что они делают, и они просто спрашивают, что делать, я такой думаю, а если я спрошу, какая цель, мне же скажут, ну, без понятия вообще. То есть он просто сидит, и у него есть этот спутник, и он сам не знает, что с ним делать. Поэтому, смотри, правильно ты говоришь, поэтому надо быть крайне дипломатичным в вопросах. На самом деле кейс-интервью, как я тебе сказал, это структуры и правильные вопросы. Здесь нужно быть очень дипломатичным в плане задания вопросов, да. Ну, это вообще отдельная тема, у нас нет на это столько времени. Я тебе просто сейчас скажу, что в данном случае надо было сказать, что есть ли у нас понимание, как клиента нашего бы удовлетворило, что бы в первую очередь удовлетворило нашего клиента, на что бы он в первую очередь смотрел в каждой из этих опций, ну, которые мы должны ему... То есть это вопрос про KPI, но в такой облегаемый форме. Да-да-да, именно. То есть мы здесь не говорим точно, типа, что он хочет, да. Он не знает, что он хочет, но на что бы он в первую очередь посмотрел в каждой опции. Угу. Вот. Понял. Здесь был ответ, что он хочет от тебя предложений, да, но все-таки задать его надо было. Понял. Вот. Ну, понятно, что если ты не спросил про цель, ты не спросил дальше и про KPI. Здесь как бы ясно. Потом не было вопроса в целом, как использовать спутник. То есть ты как-то точечно у меня спросил, там, что можно делать, вот, а что в целом вот он о себя вообще представляет, где он там находится, вот то, что я тебе потом рассказал, да, у тебя не было вот такой вопроса. Нужно вначале понять вот эту общую картинку, с чем мы работаем вообще, вот, что с этим спутником можно сделать. Меня здесь немного сбил контекст вот этой телекоммуникационной кампании, и я так понял, что вообще по кейсу он оказался не нужен, в принципе. То есть... Это один из подводных камней этого кейса. Тут их три, на самом деле. Вот это первый, второй — это запуск, и третий отдельно обсудим. Окей, да. И, в общем, этот контекст меня сбил. Я подумал, если это телекоммуникационная кампания, у них есть спутники, спутниковая связь, как-то будет странно спросить, для чего нужен спутник. Ну, для спутниковой связи. Ну, окей, в любом случае я ничем не рискую, если я просто задам этот вопрос, даже если он глуп и правильно нужен. Да, но нужно его не глупо задать. Вот как я тебе говорил о том, что вопрос может быть вроде как и очевидный, но нужно не подставиться. То есть нужно его задать аккуратно достаточно, чтобы интервьюер понимал, что ты понимаешь, что у тебя есть определенные мысли на этот счет, и ты не просто хочешь от него прямо получить ответ, а просто хочешь убедиться, что ты правильно понимаешь. Поэтому вот если, как ты правильно сказал, глупо спрашивать, зачем спутник, потому что он и так сотовый оператор, ты можешь просто у него валидировать свою гипотезу, спросив у него, правильно ли я понимаю, что этот спутник используется для передачи сотового сигнала, как и все остальные спутники нашей, ну, компании нашего клиента. Все, как бы он говорит да. То есть это закрытый вопрос. Чем меньше открытых вопросов, тем лучше. И это не только в кейс-интервью, это и вообще в работе, в консалтинге. То есть здесь всегда говорят, не приходи ко мне с проблемой, а приходи ко мне с решением. Даже если твое решение не подходит, ты все равно что-то предлагаешь. И он, как бы, может уже от этого отталкиваться. У тебя есть какая-то база. Ты сделал рекэп, да, бэкграунда, который я тебя назвал по кейсу, от того, что дается в начале, это вводная информация, называется бэкграунд. Ты сделал его рекэп, но здесь рекэп не подразумевается. Почему? Потому что бэкграунд достаточно простой. В ситуациях, когда по кейсу бэкграунд а-ля я тебе говорю, о чем бизнес клиента, что он хочет, а еще дополнительно рассказываю тебе о том, какие там у нас финансовые показатели, какие показатели у наших конкурентов, то есть такая объемная какая-то информация, тогда да, тогда рекэп оправдан. Когда делаешь рекэп в таком достаточно простом кейсе на старте, здесь накладывается два неприятных момента. Первый момент – это то, что интервьюер думает, что ты это скорее для галочки делаешь, и сразу у него щелкает так называемое overprepared. Второй момент – ты фактически сжираешь свое время на такую достаточно простую вещь. Я правильно понимаю, что это спутник, который может служить, в общем, его можно применять как-то для того, чтобы, для обеспечения связи, то есть его можно использовать в нашей индустрии? Да, это на самом деле такой же спутник, как и использует компания, членом совета директоров, который является наш клиент, но здесь важный момент, что наш клиент купил этот спутник как физическое лицо, то есть он не покупал ее как компания, а как физическое лицо. А, понял, то есть спутник формально принадлежит не компании, а именно SEO? Да. Интересно, хорошо. А еще последний уточняющий вопрос – есть ли какие-то ограничения, связанные с этим спутником, или же он один в один как те, что использует компания? Ну, давайте скажем, что один в один, нету большой разницы. Так, что же мы можем с ним сделать на данном этапе? Хорошо, можно я возьму тогда буквально пару минут, чтобы прикинуть структуру? Да, конечно. И уже вернусь к вам. У нас прошло 4 минуты, я думаю, стоит уже остановиться на какой-то структуре. Так, хорошо. Ну, здесь на подготовку структуры ты потратил прям очень много времени, у тебя вышло больше 4 минут, сказал, что возьмешь пару минут. Окей. Я не знал, что за этим следят, но понял. Вообще следят. Особенно важно, когда ты говоришь, сколько ты взял, а в итоге берешь больше. Понял. Был такой случай у парня в BCG, когда он проходил интервью, он сказал, что дайте мне буквально 15 секунд на расчеты. Интервьюер взял и засек 15 секунд. Остановил его на 15 секундах. Естественно, он ничего ему не смог сказать. И в итоге получилась жесткая очень заминка. И потом он его реджекнул и в частности включил вот эту историю. В том, что он не отвечает за свои слова. Потому что в консалтинге очень важно отвечать за свои слова, потому что интервьюер тебя, в частности, чекает на то, насколько он тебя готов показать клиенту. И если ты не можешь отвечать за все, что говоришь на интервью, в частности, и может быть так, что ты и клиенту что-то не то скажешь, а так как ты во время общения с клиентом лицо компании, ну это, в общем-то, имидж компании. Поэтому это очень важно. Смотри, здесь подсказка очень простая. Если ты понимаешь, что ты должен потратить до минуты, говори немного времени. Если ты понимаешь, что больше, некоторое время. Таким образом ты себя хеджируешь на то, что ты не уложишься ровно в какое-то количество секунд. Хорошо. Значит, еще раз. У нас вопрос, что можно сделать со спутником. В принципе, я бы подошел к этому вопросу с двух сторон. Первая сторона – это сторона компании. То есть, что с этим спутником может сделать компания, если бы у нее он был. И второй вопрос – что с этим спутником может сделать СИО, если бы он оставил его себе, грубо говоря. Значит, сторона компании. Здесь, я думаю, стоит ответить на три вопроса. Первый вопрос – это в каких продуктах сейчас используются спутники в нашей компании. И второй вопрос – сколько там сейчас спутников. И есть ли вообще смысл добавлять еще один? То есть, какой будет от этого бенефит? И третий вопрос – есть ли какие-то ограничения на вот эту транзакцию передачи спутника от СИО к компании? Ну, мало ли там, юридически, может, какие-то моменты, я не в курсе. Но если они есть, их стоит учитывать. То есть, это бакет, который подразумевает, что мы передаем спутник компании, и она использует его в своих каких-то бизнес-процессах, например, чтобы сделать связь где-то лучше, или, может быть, еще для каких-то причин. Вот. Второй верхнеуровневый бакет – это что с этим спутником может сделать СИО. Тут я бы посмотрел два момента. Первый – есть ли у СИО какие-то, может быть, личные проекты, где этот спутник бы пригодился. Может быть, у него есть свои какие-то бизнес-проекты. Либо он этот спутник, грубо говоря, может кому-то подарить. Может быть, есть какие-нибудь исследовательские организации, которым бы он пригодился, и это бы был такой… Ну, была бы вообще благотворительность. Это что касается личных проектов. И второй момент, который более простой и прямолинейный – может ли он продать его куда-нибудь? И здесь я бы уже посмотрел на рынок спутников с целью продажи. То есть, ну, вообще, есть ли какие-то барьеры к продаже. То есть, много ли клиентов, какова стоимость этого спутника, какой спрос на них и так далее. То есть, я бы оценил его пригодность к продаже, так скажем. Сколько он может стоить, если он продан. Вот. Ну, поскольку он SEO-компания, если честно, я бы начал с компании и проанализировал бы, может быть, возможность передать этот спутник компании с целью улучшить ее продукты. Вот. Ну, сторона компании была вообще нерелевантна, да, как мы с тобой уже, в принципе, обсудили. Здесь нужно было этот момент на старте у меня уточнить. То, что куплен был вот именно как физическим лицом этот спутник. А вот я знаю, что, например, если мы в McKinsey, то они не любят приоритизацию. А если в BCG, они, наоборот, хотят, чтобы ты после того, как презентовал структуру, приоритизировал ее. Вот. В данном случае, получается, если это mixed case был, то как нужно было себя повести после того, как я презентовал структуру? Ну, смотри, на самом деле глобальное McKinsey и BCG, разнятся вот именно поведением кейса. И то, как я тебе уже сказал, не всегда. То есть жестко в McKinsey интервьюер ведет только, да, нету вариантов. А в BCG там ты ведешь. Здесь по поводу приоритизации, мне кажется, в любом случае нужно идти просто с той опции, которая начинается у тебя слева, если не скажено иного. Если ты, если это количественные варианты, да, опции, то ты, конечно, идешь в ту, которая тебе приносит наибольший эффект. Там, если, допустим, нужно, там, подправить выручку, то ты идешь на тот стрим, который наибольшую долю выручки занимает. Понятно, хорошо. Ну, то есть в данном случае, получается, я начал с компаний, а оказалось, что это вообще не релевантно. Ну, это как бы вообще другой вопрос, да, другой грань вопроса. Это не про приоритизацию, да? То есть это уже про построение вообще, в принципе, структуры. Компания как таковая не должна была даже в самой структуре присутствовать. Структура... Я должен был это понять, что... На бэкграунде, когда уточнить о том, что, в общем-то, делать и использовать этот спутник как, я тебе здесь уже говорил о том, что как физическое лицо, ну, то есть он купил этот спутник, не компания купила спутник, а он купил спутник. Это как раз был вот этот момент, где нужно было понять, что он лично как индивидуальный условно предприниматель будет это использовать. Просто я постоянно держал в голове этот он, сего, телеком, компания, он, сего, телеком, компания. То есть нужно про это не забыть. Ну, и в итоге меня привело к тому, что я использовал все-таки компанию в структуре. Ну, да, это был вот этот подводный камень как раз. Хорошо, я понял. Структура здесь на самом деле должна была быть следующая. Сейчас я тебе быстро ее скажу. Ну, конечно, структуры бывают разные, и нету однозначно правильной, но наиболее подходящая к этому конкретно кейсу структура следующая. Значит, структура следующая, наиболее подходящая. Две ветки. Первое — оставить в собственности. Второе — избавиться. Значит, в ветке оставить в собственности две под ветки. Первое — получение финансовой выгоды. Второе — без получения финансовой выгоды. В опции «Получение финансовой выгоды» два варианта. Собственное использование — первый. Второе — сдача в аренду. В под ветке «Не финансовой выгоды» две опции. Первое — благотворительность. Второе — просто оставить себе, там, и поставить себе в холл, как-то, в общем, не использовать. Соответственно, в опции «Не оставлять себе» у тебя две под ветки. Первое — это продажа. Второе — это получение финансовой выгоды. Второе — это получение «Не финансовой выгоды». То есть по аналогии с первым. Понял, окей. Вот, и под ветки «Продажи» у тебя две опции. Первое — это продать полностью, как есть, спутник. А ветка «Стоп» у нас «Избавиться финансовая, не финансовая», а «Продажа» где у нас? Это в финансовой. Значит, две опции. Первое — продать, как есть, как спутник, целостный. О, афигеть, по частям. Второе — по частям, да. Вау, окей. Соответственно, «Не финансовая опция». Две опции. Первое — это переработка. Утилизация, фактически. И второе — это «Вдар» отдать. Хорошо, «Вдар». Так, а тогда как это отличается от благотворительности? Почему благотворительность мы оставляем его себе? Потому что благотворительность, и ты можешь его использовать, но предоставлять эти услуги бесплатно. Бесплатно. Хорошо, понял. Понял, окей. Вот. И опция, кстати, утилизации здесь особенно, на самом деле, важна, потому что твой актив, он токсичен. Тебе неизвестна его история полная, потому что он два года там пролежал в сарае, и у тебя нету полного пакета документов. То есть ты пока на старте не понимаешь вообще, он рабочий, в каком он состоянии. Может быть, он на черном рынке даже был куплен, потому что у тебя нету пакета документов полного. И с токсичными активами отдельная история. А, токсичный в смысле проблемный, а не в смысле, что он для окружающей среды. Окей. Да, в смысле проблемный. Это устойчивое просто выражение, токсичный актив. Угу. Ты использовал такой термин, как в компании в каких-то продуктах уже используются спутники, когда была ветка про компанию. Ну, продукты – это общее понятие, оно не кейс-специфик в данном случае. То есть здесь нужно было говорить не о продуктах, а о услугах. Ну, то есть, например, там интернет или спутниковая сфера, окей. Да, да, да. То есть более специфичные услуги. Да, да, да. Ну, как раз история, когда ты условно разбираешь кейс про предоставление путевок туристических, а называешь это все продуктами. Но на самом деле у тебя оказывается услуга турагентства. Он тебе, там, тур полностью, там, от и до предоставляет. Вот. И это на самом деле тоже история с overprepared. И люди, они, когда уже начинают относиться к кейсам не как к проектам клиента, на самом деле те кейсы, которые даются на интервью, это фактически, там, недавно или сейчас идущие реальные проекты. И когда ты весь в этом проекте и видишь, что к тебе пришел кандидат, который относится к этому как к какой-то математической задачке, у меня был парень, который называл кейсы просто задачками. И во время интервью он просто говорил, чтобы решить эту задачку, мы сейчас здесь там что-нибудь посчитаем. Это совершенно не кейс-специфик подход. Кейс-специфик, когда, ну, такой на максималках, назовем это так, когда ты просто погружаешься полностью в этот проект и чувствуешь себя ровно так же, как чувствует консультант, когда ему вот реально за три месяца надо вот эту проблему решить, там, на стороне клиента. И он уже начинает и в терминах этого клиента говорить, и конкретно о его проблеме со всеми специфическими, значит, оборотами, без вот этого, знаешь, отчуждения что ли. То есть вот когда говоришь о услугах как о продукте и называешь не своими именами, ну, назови ты это услуги сотовой связи, ну, назови ты это услуги по туристическим путевкам, отпуску. Зачем это называть просто продукт? Ну, просто можно было, например, привести примеры, и, в принципе, это было бы окей. Вот когда ты структуру презентовал, периодически были ветки формата и т.д. и еще для каких-то бизнес-причин, то есть условно и прочее, ты вот использовал вот такие опции. Мне крайне нежелательно, потому что не миссишная история. Некоторые кандидаты, ты, наверное, знаешь, для того, чтобы условно закрыть. Я понял. Искусственные миссии. Да, искусственные миссии делают. И тогда очень интервьюеры любят пушить на то, что, а что же в это прочее входит, расскажи. И в итоге приходится до самого конца декомпозировать эти блоки для того, чтобы все было миссишное. Поэтому, избегая этого, вообще в структурах такого не должно быть. Обязательно все опции должны быть названы, все ветки должны быть конкретными. Хорошо. Ну, смотрите, давайте условимся, что он бы хотел использовать спутник самостоятельно, самостоятельно, и компания здесь будет задействована только в части экспертизы и каких-то основных средств, которые можно взять там в аренду и использовать, но опять-таки с целью развития своего там бизнеса, своей инициативы, своего проекта в первую очередь. Поэтому ветку компании можно сразу отбросить. Что касается использования персонально нашим клиентам этого спутника, вы назвали одну из опций продажи, но мне кажется, опций больше. Давайте подумаем еще, что можно сделать. Хорошо, сейчас тогда буквально минутку, что еще можно сделать. Когда я тебя спросил про еще какие-то дополнительные опции, после того, как ты презентовал структуру, это подразумевался брейншторминг. На брейншторминге в старте ты спрашиваешь, нужно ли структурировать, либо накидать. Потому что периодически интервьюер хочет от тебя не чтобы ты еще одну структуру нарисовал, а чтобы ты просто ему накидал опциям, просто буллетами, списком. И на это много ребят в последнее время ловятся, потому что как раз опять-таки оверпрепер, все рисуют структуры. Как говорят, не надо делать, всегда должна быть структура в брейншторминг. Я знаю, я знаю, мы с ребятами это уже моими обсуждали, кого я готовлю. Фактически нужно спрашивать, просто спрашивай, потому что интервьюеры, они все чаще хотят именно накидать и не хотят, чтобы ты именно рисовал структуру. Поэтому ничего страшного, как бы, что ты рисуешь структуру, но ты должен сначала спросить, файн ли с этим интервьюер. Если он тебе скажет, что нет, давай, типа, накидай, ну окей, накидываешь ему. Но важный момент, даже когда ты накидываешь просто опции, ты все равно в голове должен держать некую структуру, по которой ты эти опции накидываешь, для того, чтобы ты смог их по миссии разложить и ничего не упустить. Потому что если начнешь просто хаотично накидывать опции, то велика вероятность, что ты что-то все-таки из того, что хочешь интервьюер, не учтешь. Но для него это будет так, как будто ты накидываешь, да. Как бы ты выполнил его желание, выполнил, но и себя подстраховал. А если накидываешь без структуры, то есть не нужно брать время, ты должен сразу на ходу генерить идеи? Второй момент. После того, как ты понял, в какой форме, ты должен понять, дает он тебе время на это или нет. То есть два вопроса. Первый, как бы, накидать либо структурное. Он тебе сказал, допустим, накидай. Ты его спрашиваешь, могу ли я взять минутку, но подумать. И вот здесь, если он тебе говорит нет, ну, значит, нет, начинаешь накидывать. Если говорит да, совершенно спокойно уходишь на раздумие и уже формируешь свой ответ. Ну, значит, если рассматривать спутник в качестве, ну, с точки зрения персонального использования, да, это может быть продажа. И второй способ – это, возможно, сдача его в аренду. Это способы, которые требуют минимального участия, так скажем, в нашего SEO. И, значит, вторая ветка, возможно, это то, что SEO, возможно, может делать какие-то проекты с использованием этого спутника, но это уже потребует большего уровня вовлечения. И, ну, вот как-то так получается. Или мне стоит еще подумать и добавить каких-то вариантов сюда. То есть… Ну, окей, давайте остановимся на этих вариантах. Там подробнее, наверное, еще на фидбэке поговорим о том, что можно было бы добавить. Хорошо. Как вы будете выбирать между этих опций? Давайте скажем, что SEO посмотрел на весь этот список и, в первую очередь, конечно, ему интересно получить какие-то деньги за свое вложение. Поэтому интересуют, в первую очередь, финансовые опции, а именно продажа, аренда и собственное использование. Как вы будете выбирать между этими опциями? Он, в принципе, говорит вам, что полностью доверяется и ваш подход, какой бы вы использовали? А вот собственное использование, то есть… В каком-то проекте вы это назвали. А, окей, да, хорошо. Ну, я бы рассматривал это, наверное, с точки зрения расчета NPV, то есть какие денежные потоки нам принесет та или иная опция, ну и, возможно, еще вторым приоритетом я бы рассмотрел сложность или риски. Вот, ну, в первую очередь NPV, то есть понятно, что если это продажа, то это будет там единовременный транш сразу. Если это будет аренда, то там будут какие-то регулярные платежи на протяжении какого-то времени. То же самое с проектом, с личным проектом. Вот, там тоже будет, скорее всего, регулярные поступления в течение какого-то времени. И, соответственно, можно рассчитать NPV для всех этих проектов и сравнить. А что вы подразумеваете под сложностью? Сложностью, ну, значит, как мы говорили в начале, компания может участвовать с точки зрения экспертизы, то есть сложность именно, ну, я бы разделил здесь несколько факторов, значит, наверное, сложность операционная, то есть все, что касается именно процесса запуска этого спутника на орбиту и выведения его на орбиту, и, может быть, сложность еще какая-то связанная с, ну, нет, регуляторными какими-то ограничениями, ну, хотя это, в принципе, тоже, наверное, находит в операционную сложность. Ну, да. Значит, есть, ну, я бы выделил, наверное, технические факторы, регуляторные какие-то ограничения, если они есть, может быть, что еще можно выделить, ну, наверное, все, пока. Значит, по поводу того, как мы будем сравнивать вот эти финансовые опции, ты в явном виде не назвал capabilities, которая всегда, в принципе, подразумевается в оценке финансовых проектов, назвал это сложностями. Ну, такое понятие, на самом деле, не очень бизнесовое, поэтому я тебе вообще глобально рекомендую следующую структуру для проектов. Значит, состоит она из четырех веток и в той последовательности приоритизации, которую я сейчас тебе назову. Первое – это capabilities, второе – это стратегия, третье – это финансовый результат, как правило, NPV, и четвертое – это риски. Окей. Вот, capabilities мы с тобой обсудили, на что бьется. Стратегия бьется на краткосрочную, долгосрочную. Важно понимать, насколько вот все эти опции, которые мы обсудили, вписываются вообще в дальнейшие планы нашего клиента. Может быть, он не готов запускать свой бизнес, открывать свою ложку, даже если это ему куча денег принесет, просто не хочет на это время тратить, а хочет просто побыстрее от него избавиться, поэтому опция продажи для него будет самой привлекательной. Пусть даже там она будет в три раза меньше, но он это прямо сейчас получит, чем будет три года вот заморачиваться по этому поводу. Окей. Ну, а как вы думаете, вот если стартует какой-то большой проект, собственно, человек, инвестор, в первую очередь должен думать о чем? До еще старта проекта. Рентабельности проекта потенциально. Ну, это NPV, да, да, вы про это сказали. Окупаемость там, за сколько это все окупится. Размер инвестиций. Верно, размер инвестиций. То есть наличие финансов для того, чтобы вообще запустить этот проект. Да. Но, кроме финансов, как вы думаете, что еще важно? Вот вы назвали сложность с точки зрения операционную, да, там запустить этот спутник в частности. То есть, скажем так, что это оборудование, да, материальные средства. Первое мы назвали финансы. И вот что третье еще? Значит, оборудование, материальные средства, экспертиза, ну, то есть люди, которые знают, как это делать. Когда я тебе давал вопрос относительно капэсити, о чем еще подумать, ты почему-то не решил вот в этот раз взять время над тем, чтобы подумать, что ты там еще упускаешь, ну, в части людей, в части денег, да, я тебя ждал, опции, ты пытался как-то сходу сгенерировать. Ну, здесь, конечно, нужно было взять время и спокойно подумать, что же еще не хватает. Фактически нам нужны деньги, оборудование, люди, для того, чтобы стартануть любой проект. И в данном случае здесь важно понимать, что для каждой из этих опций нам нужны разного уровня вещи по этим параметрам. Да, да. Окей, хорошо, давайте тогда будем рассматривать три наших опции в сравнении по трем характеристикам. Первое — это необходимые ресурсы, которые мы с вами назвали, три, да? Второе — это NPV, и третье — это риски. Скажите, пожалуйста, как бы вы здесь структурировали риски, чтобы мы могли сравнить по всем опциям? Какие основные типы рисков, как вы считаете здесь лучше всего использовать? Сейчас, можно я возьму минутку тогда, чтобы подумать? Да, конечно. Потом, значит, помнишь, я тебе говорил относительно того, что были сигналы, что ты немножко нервничаешь и там не уверен. У тебя очень часто рука у лица была. Ты, да, этот сигнал невербальный, он считывается интервьюером, так как it's all about people, да, опять-таки. И с тобой, скорее всего, на интервью будет либо менеджер, либо партнер, да? Ты как experience hire, наверное, да, Витя, пойдешь? Ну, как у меня, ну, я не знаю, ну, короче, на позицию джуниора Соша, наверное, я в DCG, это после интерна то, что я делаю. А, ну, тогда у тебя... У меня год работы, максимум. Ну, партнер у тебя все равно будет. Партнеры, они у всех на финальном этапе. Ну, в общем, партнеры, они продают проекты, и их хлеб — это фактически общение с другими людьми. Поэтому, насколько хорошо они считывают клиента, которому продают, настолько и успешнее вероятность продажи проекта. Поэтому все невербальные сигналы, естественно, они видят. И самый такой распространенный невербальный — это лица, рука у лица. Ты, там, держишь себя за шею, чешешь лицо, трогаешь волосы. Это все знаки неуверенности, конкретно в текущей ситуации. Вот, поэтому из-за того, что она очень часто была у лица, вдобавок к тому, что ты, там, в некоторых моментах останавливался в раздумьях, она накладывала, вот, как раз, вот этот отпечаток того, что ты не драйвишь кейс и потерялся. Вот. В идеале, как должна вообще выглядеть невербалка во время решения кейса? Руки видны, они не у лица, они перед тобой и немножко развернуты в ладони, немножко развернуты в сторону собеседника. Не вот так вот стоят, потому что это ближе вот к такому жесту, когда руки на груди, ты, наверное, знаешь, что это значит, что человек закрывается и хочет как бы от себя окружающих дистанцировать, да? Ему как-то неприятно, что вокруг происходит. А вот именно вот когда ты начинаешь там рассказывать, ты жестикулируешь руками, и они немножко повернуты вот в сторону интервьюера. Вот это как раз та невербалка, которая, если ты видел там всяких крутых ораторов, она всегда присутствует, что они вот именно жестикулируют руками, и, как правило, ладони всегда видны. Вот. Но это условно вербалка на максималках, да? То есть это то, к чему вообще стоит стремиться. Слышал обратную рекомендацию, что если ты во время записи, ну, во время интервью онлайн крутишь руками, то это перед твоим лицом, и это не нравится людям, потому что они не видят твое лицо, когда ты тут жестикулируешь. Абсолютно верно. Лицо ни в коем случае закрывать не надо. То есть только в том случае, если лицо твое видно, и руки, они у тебя где-то вот здесь на уровне груди, это нормально. Ну, то есть если ты понимаешь, что руки закрывают, нет, конечно, ни в коем случае. Лицо здесь должно быть полностью видно. Так, хорошо, значит, нам нужно понять, как мы будем оценивать риски в случае, ну, в каждой из трех опций, правильно? В случае продажи, аренды и, ну, каких-то собственных проектов. Ну, в первую очередь, какие типы рисков мы будем смотреть и по каким, собственно, категориям сравнивать? Так. То есть специфические риски каждой опции я сейчас вас не прошу. Окей, окей. Ну, возможно, если подойти к этому вопросу с точки зрения процесса, может быть, то есть посмотреть на риски, связанные с запуском, с эксплуатацией этого спутника на орбите и с, может быть, какими-то поддержкой этого спутника, обслуживанием этого спутника. Это первый вариант спутника структуры, либо второй вариант, это можно просто посмотреть, как мы уже смотрели, что нужно для этого проекта, оборудование, люди, финансирование, то есть какая из этих структур будет удобнее? Ну, первая структура, честно говоря, мне не очень понятно, то есть какие там конкретно выделяются категории, да, если во второй структуре... Запуск, эксплуатация, может быть, ну, и обслуживание, я не знаю, надо его снимать с орбиты, может быть, с какой-то периодичностью, чтобы поремонтировать или что-то такое. Ну, у нас же рисков запуска не будет в случае продажи. В случае продажи – да, а дальше, ну, например, в случае своих собственных проектов будет. Ну, получается, в продаже у нас вообще не будет рисков по такой структуре. Ну, мне кажется, это не совсем релевантно, потому что мы же должны как-то сравнить. Выходит, что продажа у нас полностью безрисковая опция? В продаже будет один риск, который я сразу вижу, ну, это техническое состояние этого спутника, то есть... Ну, оно должно быть приемлемым таким образом, чтобы покупатель, который будет эксплуатировать этот спутник, не имел каких-то проблем, то есть он не купил его, и на следующий день он развалился. Вот. В случае аренды, например, я вижу уже, соответственно, помимо технических состояния этого спутника, еще дополнительный риск, связанный с контрагентами, ну, то есть людьми, которые будут его использовать для аренды, то есть как они его будут эксплуатировать, знают ли они, как пользоваться спутниками, будут ли они его вовремя обслуживать. Вот. То есть, ну, добавляется еще такая категория. Вот. И третья категория, там то же самое, только плюс финансирование. То есть... Ну, смотрите, на самом деле лучше всего, когда у нас есть категория, по которым можно сравнить все опции, и во всех опциях обязательно есть какие-то риски из каждой из этой категории. И тогда мы можем действительно сравнивать. А когда у нас категории, которые, в принципе, отсутствуют в какой-то из опций, мы не можем сказать, хороша эта опция, чем другая, просто потому что у нее нет этой категории, либо потому что у нее в целом риски меньше. Поэтому лучше всего, конечно, чтобы все категории присутствовали во всех. Здесь давайте выделим действительно точки зрения операционных рисков, потому что в случае аренды мы перекладываем это в большей степени на того, кто у нас берет этот спутник в аренду. В случае с собственным использованием мы сами все риски на себе несем. И в случае продажи нам нужно провести, собственно, всю эту процедуру. Но есть еще одна категория, которую бы я хотел от вас услышать, и она очень важна конкретно в этом кейсе. В нашем проекте, точнее. Вот вы сказали, что может быть что-то не так с техническими характеристиками нашего спутника. В общем-то, что мы должны понять, на что мы должны посмотреть для того, чтобы точно определить, со спутником все хорошо или нет? То есть на какие факторы мы должны посмотреть, чтобы оценить его пригодность для эксплуатации? Так получается? В частности, да. Что является условно маркером того, что у нас могут или не могут возникнуть проблемы? Подсказка. Вспомните, как нам достался спутник. Как его эксплуатировал вдруг? Ну, то есть... Да, хорошо. Сейчас. Ну да, получается, значит, если мы рассматриваем его техническое состояние, то нам важно, может быть, для каких задач он использовался ранее, и как он эксплуатировался в рамках этих задач. Как мы можем это узнать? Ну, я думаю, если это спутник не самодельный, а друг его взял на рынке, то, наверное, все-таки как минимум есть какая-то техническая спецификация, которая показывает вообще для чего продукт создан, и производитель, соответственно, указывает, там, может быть, диапазон орбит, например, или, ну, какие-то показатели вообще, функции, которые он может выполнить. Это первый способ. Ну, второй способ, можно спросить у друга. Ну, первый способ более надежный, потому что он легитимный, да, а друг может сказать что угодно, в общем-то. Действительно, когда мы получаем актив, мы получаем пакет документов относительно этого актива, где, в частности, описаны технические характеристики, все свойства и, там, паспорт, да, паспорт фактически актива. Как у машины. Верно. Соответственно, здесь у нас есть информация о том, что так как он был куплен с рук нами, у друга, мы, в общем-то, не просили у него полный пакет документов, которые обычно просят при покупке. Поэтому он у нас не полный, частичный. Соответственно, здесь будут риски легитимные с точки зрения документации в каждой из этих опций. А есть какое-то разбиение для рисков там, вот как мы били операционные? Есть разные структуры по рискам, они зависят от ситуации. Наиболее простая структура – это три, значит, ветки. Первое – это риски имплементации, то есть риска старта, что что-то пойдет не так на этапе вообще запуска проекта. Второе – это экономические риски, это то, что драйверы, которые двигают твой финансовый результат, они куда-то не туда пойдут. И третий момент – это операционные риски, что будут проблемы непосредственно в процессе реализации этого проекта. Понял. Хорошо, давайте двинемся в расчет NPV по каждому варианту, там позже обсудим риски. Что касается ресурсов, ну давайте здесь скажем, что для каждой опции у нас достаточно и финансов, и материальных средств и опыта, которые мы можем подчеркнуть из компании, с его которой наш клиент является. Так, сейчас. Хорошо, значит, нам нужно теперь рассчитать NPV в случае продажи, аренды и собственного проекта. Если мы начнем с продажи, то… Да, кстати, сейчас один вопрос. До финансового достаточно, вы сказали, для всех опций. Ну какой размер инвестиций нужен будет для каждой опции? Знаем ли мы это? Ну… Формула для NPV у нас, значит, какая суммарные будущие потоки, минус размер инвестиций – это в числителе, так и в знаменателе у нас ставка дисконтирования, да. Соответственно, нам нужно будет знать правильную формулу NPV – сверху денежный поток, а снизу ставка дисконтирования. Чистый денежный поток, да, один плюс ставка дисконтирования в степени времени, если мы говорим о проекте в несколько лет. Да, то есть в степени времени, да, это оно и терпит. Значит, когда я тебя попросил посчитать финансовые результаты каждой опции, ты, значит, почему-то точечно меня стал спрашивать про инвестиции, потом, значит, остановился и сказал, а, ну окей, общая формула NPV, там, вот такая-то в частности инвестиции, пойдем по ним. То есть здесь правильнее всего, когда у тебя идет так называемая арифметическая задачка в каждом кейсе, нужно сначала сказать про формулу, которую ты будешь использовать, валидировать ее, и потом уже начать точечно узнавать по компонентам этой формулы значения. Окей, хорошо. Так, соответственно, для каждого проекта нам нужно будет знать чистый денежный поток и ставку дисконтирования и длительность проекта, если у нас эти данные. Угу. Ну, для какой конкретно вас сейчас опция интересует? Ну, давайте пойдем по порядку, например, для продажи. То есть я так понимаю, что если оплата будет одноразовая, то нет смысла дисконтировать, наверное, это все по времени. И это, по сути, это будет стоимость, ну, стоимость продажи. Ну, смотрите, инвестиции действительно здесь относительно малы, того, за сколько мы можем продать и получить, поэтому мы скажем, что инвестиции здесь нулевые, для упрощения. вот, что касается опции собственного использования и аренды, здесь будут инвестиции на запуск спутника, и в том и в другом случае это будет 10 миллионов долларов. хорошо, так, значит, тогда нам нужно понять дальше, сколько мы, во-первых, насколько рассчитан проект, связанный с арендой и собственный проект по времени. Есть ли у нас представление об этом? Ну, мы планируем использовать спутник до конца его срока службы. Хорошо, значит, как мы можем понять, какой у него сейчас срок службы? Ну, в принципе, можете у меня спросить. Да, да, я, окей, есть ли у нас эта информация? Новый такой спутник служит пять лет. Новый спутник, а сколько его эксплуатировал наш друг? Или, может быть, ну, то есть, пять лет с момента первого запуска, правильно? Пять лет с момента покупки, с момента произведения. А, то есть это такой срок годности? То есть, если, я правильно понимаю, если он лежит просто у нас в гараже, то, как бы, его ресурс все равно идет? Да. Хорошо. Так, тогда действительно нужно знать, сколько он находился у друга? Два года. Лежал в ангаре. Два года он, окей. Значит, тогда получается и в случае аренды, и в случае собственного проекта мы можем его использовать максимум три года, потому что, ну, то есть, мы включаем сюда момент подготовки, запуска, это все все равно поглощает время, правильно? Да, мы скажем, что на текущий момент у него осталось три года службы. И дальше вот что мы будем с ним делать в рамках каждой опции, это будет съедать от вот этих трех лет. Так, хорошо, значит, три года службы. Окей. И последний вопрос получается. известно ли у нас, как мы будем получать, ну, какая выручка у нас будет в случае аренды и в случае собственного проекта. Размер. Ну, давайте посчитаем. Прямо вот конкретные цифры сейчас сходу я вам, наверное, не дам. Давайте подумаем, с чего будет состоять выручка. Ну, хорошо, значит, аренда, получается, если рассчитывать аренду, это арендная ставка, как я это себе представляю, на срок аренды. Вот, ну, наверное, я понимаю, что срок аренды у нас не три года будет, скорее всего, чуть поменьше, потому что мы ищем клиентов, а это время идет. И потом в процессе, например, клиент может смениться, и то есть нам мы вынуждены будет опять искать нового. То есть срок аренды, за который, ну, именно мы будем получать деньги, он будет не три года, а поменьше. Ну, давайте скажем, что времени на поиск того, кому отдать, нас не будет, у нас уже достаточно потенциальных клиентов, что на это время мы не потратим. Хорошо, то есть мы считаем, что, в принципе, мы сразу можем его моментально сдать в аренду и получать уже деньги. Не совсем. Мы обсуждали только что. Паспорт, историю с паспортом. Тоже не совсем. Хорошо, тогда извините, что перебил. Недавно совсем обсуждали, вот буквально две минуты назад, один момент относительно спутника. И чётко было сказано, что это будет сниматься из трёх оставшихся лет. Так. Значит, хранение этого спутника. Чтобы сдать спутник, он должен уже начать работать. Что нужно сделать, чтобы он начал работать? Вывести на орбиту. Верно. Хорошо, то есть... А, понял. Окей, то есть мы сдаём в аренду именно работающий спутник на орбите. Да, я не уточнил. Хорошо, тогда нам нужно понимать, сколько времени займёт его выдавать на орбиту. Два месяца. Два месяца. Хорошо, тогда три года — это 36 месяцев. Соответственно, теперь у нас минус время на запуск. И я правильно понимаю, что как только мы вывели его на орбиту, там, в принципе, он умножит сразу работать и не нужно там ещё как-то его подготавливать? Да, правильно. Будем считать, что все подготовительные работы, они будут идти параллельно с запуском и выводом спутника на орбиту. Хорошо, тогда получается срок аренды может быть 34 месяца. Арендная ставка? Два с половиной миллиона долларов в месяц. Окей, тогда это получается, значит, 68 плюс 17. Получается 85 миллионов долларов сможем мы заработать за 34 месяца, ну, при такой арендной ставке и при сроке аренды в 34 месяца. Да, верно. Хорошо. Тогда, значит, NPV для этого проекта у нас будет 85 минус размер инвестиций 10. Внизу у нас ставка дисконтирования, если она у нас имеется. Давайте скажем, что ставка дисконтирования нулевая, для упрощения. Окей, хорошо. То есть деньги, которые мы получим там уже ближе к концу, равны с текущим деньгам. Тогда получается 75 миллионов – это NPV в случае аренды. Мне кажется, вы что-то упустили в случае расчета денежных потоков. Так, сейчас прошу один момент. Значит, внизу у нас размер. Так, а инвестиции – это одноразовые инвестиции или же мы вынуждены… Одноразовые. Одноразовые, хорошо. Денежные потоки, которые дисконсируются каждый год, они из чего складываются? А, косты. Да. Безусловно. Чистый денежный поток, потому что это называется. Денежный поток, да. Окей. Да, я забыл уточнить, соответственно, какие у нас будут косты, связанные с… Хотя, стоп, косты, связанные с продажей в аренду. Да, есть ли вообще какие-то косты, ассоциированные с продажей в аренду? Конечно, есть. Мы берем на себя обслуживание. Хорошо, ясно. Так, как я понимаю, обслуживание… Есть какая-то переменная составляющая и постоянная составляющая? Ну, давайте скажем, что есть общая цифра, которую мы рассчитали до конца срока службы, она составляет 10 миллионов долларов. Окей, 10 миллионов. Хорошо, тогда, получается, нужно от 75 отнять наши косты, и это 10 миллионов за все три кода, да, до конца срока. Хорошо, тогда будет, соответственно, 65 миллионов. Когда ты меня спрашивал про косты, я тебе сказал, что до конца срока службы 10 миллионов мы потратим. Но ты почему-то у меня еще раз это переспросил, как будто бы вот здесь у тебя то ли меня не расслышал, то ли ты хотел условно заземлиться, как я это называю, еще раз проговорить полученную информацию. То есть ты ее и так как бы понял, но ты ее еще раз проговариваешь для того, чтобы немножко, ну, типа, успокоиться и, там, взять себя в руки. Ну, это, да. Я просто это уточнял, потому что, наверное, для меня был важен момент, что это косты, не которые на год, а, то есть, их не надо умножать на три. То есть они, типа, под весь проект рассчитаны, и поэтому я решил таким образом хеджироваться. Ну, да, больше, наверное, от неуверенности. Так, в принципе, я... Ну, да, я здесь тебе просто явно сказал, что до конца срока службы 10 миллионов. То есть я тебе не говорю в год 10 миллионов, я именно до конца срока службы сказал. Да, было такое. Это тоже сигнал неуверенности, да, если... Да, да, два момента. Неуверенность и трата времени. Окей. Вот, это в случае проекта, связанного с арендой. Хорошо. Теперь мы можем перейти к подсчету NPV в случае собственного проекта. Значит, если у нас объем инвестиций, как мы знаем, тот же, опять же, нам нужно оценить косты и выручку. Ну, знаем ли мы вообще, что это за проект? Может быть, какая у него бизнес-модель? Или же мы знаем уже прям, сколько мы получим за эти три года? Ну, это на самом деле проект по использованию спутника по назначению. То есть фактически мы открываем компанию и используем спутник для предоставления услуг сотовой связи другим юридическим лицам. Это интересно. Хорошо. То есть здесь мы уже будем сдавать в аренду связь, а не спутник? Ну, мы будем предоставлять услуги сотовой связи. Значит, что касается опции про собственное использование, здесь, конечно, нужно было раньше, чем когда ты к ней перешел, уточнить, а что вот за собственный проект, да? Ты начал тогда уже у меня уточнять, о чем речь. По-хорошему надо было все-таки, когда мы выделили вот эти опции, уточнить у меня, что имеется в виду вот под этим собственным проектом, что это просто использование по назначению. Вот. И когда уже как бы все понятно, эти опции обрисовать и уже просто обсчет. Ну, мы фактически обсчитывали их уже. До обсчета нужно было понять, что каждый из себя понятийно представляет. Может быть такое, что интервьюер меня спросит, зачем мне эта информация. То есть я ему говорю, например, вот собственный проект, спрашиваю, а что это за собственный проект, можно поподробнее о нем. А он спрашивает меня, зачем мне сейчас знать это на данном этапе. Смотри, на самом деле у каждого неочевидного вопроса должна быть мотивация. То есть ты сначала аргументируешь, зачем ты задаешь вопрос, потом ты его задаешь. И фактически ты что здесь мог сказать? Для того, чтобы лучше понять, из чего состоят наши доходы-расходы, я бы хотел уточнить, правильно ли я понимаю. И здесь можно было бы как раз дать вот этот закрытый вопрос, что под собственным проектом имеется в виду использование спутника по назначению. И он тебе да, все, как бы абсолютно четко смотивировал, зачем ты спрашиваешь. Закрытый вопрос, интервьюер потратил минимум времени, видит, что ты как бы не ищешь готовых ответов, не открытый ему вопрос задаешь, а предлагаешь что-то и просто опрувиваешь это. Окей, то есть встраивать вопрос еще в свою гипотезу или аргументацию? Да, да, да. Ну, аргументацию и гипотезу. То есть и то, и другое. Предоставлять услуги сотовой связи. Хорошо. Другим клиентам. Значит, если мы оцениваем выручку, наверное, это количество клиентов, которые у нас будет. И средний чек, возможно, у нас есть какие-то тарифы. И, то есть сколько мы, сколько клиенты нам платят, каждый клиент нам платит в средний год. Ну, да, смотрите, у нас есть информация, что мы планируем на наши услуги предоставлять 50 юридическим лицам. Вот, они уже там на своих сотрудниках будут распространять эту связь, но наш клиент, входное окно, именно вот одна компания, одно юридическое лицо. Соответственно, мы планируем брать 50 тысяч долларов в месяц. При этом, начиная со следующего года, первый год 50, а начиная со следующего, будет дисконт. Из-за того, что будет приближаться конец срока службы спутника и будут там не совсем такие высококачественные услуги, как в начале. Поэтому будет дисконт в 10%. Окей. В следующем году и через год дополнительный дисконт в 10%. Окей, значит, во втором году это будет 45 тысяч в месяц. И в третьем году это будет у нас получается 40,5 тысяч в месяц. Ты периодически замолкал без сигналов о том, что ты там берешь время на подумать. Просто вот замолчал и в думе сидишь. По-хорошему, каждый момент, когда мы замолкаем на интервью, это там, где мы берем время на подумать. Если у нас какая-то вот идет неуверенность, и мы просто там периодически замолкаем, то это уже что-то пошло не так по кейсу. Фактически ты время и молчишь, да, по кейсу. Только в трех случаях. Первый — это составление стартовой структуры. Второй — это раздумие над формулами, структурами во время основной части кейса, я ее так называю, то есть то, что идет после презентации структуры первой до рекомендации. Вот это основная часть. Вот. И третий момент, когда ты замолкаешь, это перед финальной рекомендацией. Вот. Если у тебя между этим возникают паузы, и тем более ты их не обозначаешь и не просишь, то уже что-то пошло не так. Я пытаюсь подумать, есть ли смысл округлить это? Нет, не надо округлять. Давайте точно считать. Хорошо. Так. Можно мы вернемся к количеству клиентов? Значит, вы сказали, на входе у нас одна компания. Я имел в виду, что мы работаем именно с компаниями, а не с физическими людьми. Окей. То есть у нас... 50 компаний, 50 клиентов у нас. 50 компаний. Хорошо. Так. Окей. В таком случае, значит, можно посчитать выручку. Так. Все ли я учел количество клиентов, средний человек? Не знаю. 50 на... А, еще, значит, мы, получается, тоже эксплуатируем спутник каждый месяц на протяжении трех лет без перебоев, правильно? То есть нет у нас месяцев простоев, нету периодов, когда мы выводим его из обслуживания, ну, выводим его из работы. Ну, будем считать, что мы в конце срока службы просто оставляем его в космосе. И простоев у нас нету, однако есть кое-что, что нужно сделать. Окей. Вот дополнительный еще сигнал о неуверенности был, что ты под нос себе периодически говорил свои расчеты и размышления. Да, так лучше не делать, потому что интервьюер может подумать, что ты как бы что-то вроде ему говоришь, а вроде как бы и нет. То есть фактически, когда ты говоришь, ты всегда смотришь на интервьюера. На листок ты смотришь только если тебе там нужно условно, ну, вспомнить, да, какую-то структуру, которую ты нарисовал, просто там как подсказка, просто кидаешь туда взгляд, но говоришь, когда ты говоришь интервьюеру, именно на него. Все остальное как бы у себя в голове, да. То есть говорить с листком или говорить про себя не рекомендуется, потому что это сразу такая нефитовая история, что там человек несколько там у себя на уме. Окей, понял. А там если, например, ну, то есть если дело касается расчетов, мне нужно спрашивать там, нужно ли проговаривать там, как я считаю, или просто сказать ответ? Нужно это спрашивать или всегда просто говорить? Сейчас я посчитаю и вернусь к вам. Смотри, значит, любая арифметическая задачка, она состоит из двух частей. Арифметическими задачками я называю два типа вещей. Первое – это что-то рассчитать просто по формуле, ну, допустим, вот в нашем случае MPV, да, а второе – это маркетсайзинг. Сейчас у нас история только про формулу. Значит, что конкретно, какие этапы, да, вот этой задачки? Здесь этапа три. Первый – когда ты уточняешь все вводные, что тебе все понятно, что нужно считать, ты точно понял. Второй – ты презентуешь формулу, по которой будешь считать, валидируешь, что интервьюер с ней согласен. И третий – ты идешь по этой формуле и поставляешь значение. Отвечая на твой вопрос, нужно ли там ему рассказывать, пусть ситуация. То есть лучше на самом деле не рассказывать ему на мелких расчетах. Потому что когда ты делаешь какой-то крупный расчет и уходишь в раздумие и приходишь там через две минуты и получаешь неверный ответ, тратится много времени на то, чтобы найти ошибку. Поэтому лучше бить это по кусочкам и эти кусочки отдельно там презентовать интервью. То есть ты говоришь, вот этот кусочек я буду считать так. Он говорит, окей, ты такой, отлично, дайте там мне немного времени, я сейчас посчитаю. Посчитал, презентовал, он говорит, отлично, все. Второй кусочек вот так. Таким образом ты себя хеджируешь от вот этого риска, того, что ты кучу времени потратил, где ты ошибился, и вы еще там пять минут пытались найти, где ты ошибился. И дополнительно более коммуникативен как раз на интервью, что крайне важно. Я тебе явно сказал, что есть что-то еще, над чем нужно подумать, вот как раз про повод вот этих двух месяцев. Ты мне на это, это на варианте про собственное использование. Помнишь, да? Я тебе сказал как бы, да, типа три года, но стоит еще кое о чем подумать. Ты мне на это сказал, окей, вот. И потом начал рассуждать, и я подумал, что ты как бы не собираешься отвечать на мой такой неявный вопрос, вот, а типа там что-то про себя понял и пошел дальше. То есть здесь явно я хотел от тебя услышать, что, а, ну да, конечно, надо учесть то, что два месяца. Вот. Ты потом, как я уже понял дальше, начал рассуждать, что же ты упустил, и пришел ко мне с тем, что там нужно вот еще что-то добавить. Вот здесь по-хорошему нужно сразу ловить то, что говорит интервьюер, и фактически, да, тебе тоже подсказка. Как только говорит интервьюер, ты замолкаешь и полностью впитываешь все, что он говорит. Потому что он, как правило, тебя делает две вещи. Первое, направляет. Второе, дает тебе важные хенты и важную информацию, которую нужно записать. Поэтому слушать его надо очень внимательно. И когда ты получаешь от интервьюера прямой вопрос, ну, в моем случае, конечно, он не прямой был, но все равно. Вопрос о том, а что же здесь еще стоит учесть. Нужно максимально сосредоточиться на ответе на этот вопрос. Ну, и как бы свою тогда речь тоже построить так, чтобы интервьюер понимал, что ты вот сейчас будешь отвечать на этот вопрос. Ты понял, что он у тебя об этом спрашивает, ты на него сейчас отвечаешь. Я не понял, что ты собираешься отвечать на мой вопрос. Окей. Вот. Поэтому это очень важно. А если я не знаю, что ответить? Ну, здесь как бы ты говоришь все равно прямо, там, окей, давайте подумаем, что же я там не учел. И начинаешь там структурировать. Как бы, окей, сразу не знаешь, ну, не проблема, но я понимаю, что ты сейчас будешь об этом думать. Вот. А я даже не понял, что ты собираешься об этом думать, просто вот потому, как ты дальше себя начал вести. У нас есть 50 клиентов в первый год. Значит, ну, окей, один тариф получается, каждый клиент платит сначала в первый год 50 тысяч в месяц, во второй год 45, в третий 40 с половиной. В опции собственного использования ты не уточнял у меня, будет ли как-то меняться число клиентов, с учетом, что у нас вот есть вот эта проблема с тем, что выходит из срока службы, и, возможно, мы не сможем уже 50 клиентов обслуживать, мы сможем меньше. То есть, capacity будет спутника уменьшаться. Хотя до этого я тебе явно сказал, что у нас будет дисконт, который связан с тем, что мы выходим с срока службы, да. То есть, здесь стоило подумать о том, сможем ли мы 50 все это время поддерживать или меньше будет. Как бы да, сможем, но спросить у меня об этом надо было, потому что такой важный момент. Что еще нужно, чтобы посчитать выручку? То есть, я именно вот в структуре что-то упустил. Ну, давайте, как бы вы скажете, как вы считаете, вот конкретно прям по цифрам, да, и мы посмотрим, все, ли вы ушли. Да, хорошо, сейчас. Значит, получается, ну, посчитаем сначала, какая у нас будет выручка за три года с одной компанией, ну, один клиент из 50. Давайте. Соответственно, мы 50 тысяч умножим на 12, ну, плюс 45, плюс, ну, короче, 50 плюс 45 плюс 40 с половиной, все это умножаем на 12. Мне кажется, у вас здесь уже ошибка. Так, сейчас. Что отдельно мы указали в опции аренды, о чем важно подумать, чтобы сдавать в аренду? Я понял. Запуск. Запуск. Опять же, тот же самый запуск, хорошо. Про запуск забыл в опции, когда мы, да, когда мы там говорили про собственное использование, хотя даже и в аренде, на самом деле, до нее, там, проговаривали то, что, да, нужен запуск, и на него тратятся деньги. Когда ты меня спросил про инвестиции, я тебе так и сказал, что на запуск нужны деньги. Вот. И фактически ты в аренде, получается, про это забыл, и когда мы обсудили аренду, ты в собственном использовании опять не вспомнил про это. Вот. А это был как раз вот этот подводный камень, о котором я тебе говорил. Тогда, получается, если мы выводим его... На собственном, короче, использовании там был момент, где ты очень глубоко вздохнул на расчетах. Вот. Значит, читалось это так, что ты, в общем, уже совсем в печали. Вот. И у тебя здесь возникли серьезные затруднения. У меня была, значит, подопечная ученица, которая постоянно вздыхала на расчетах. Вот. Потому что расчеты ей очень тяжело давались, и как только они начинались, она начинала вздыхать и передавала мне вот это, знаешь, ощущение тяжести, что прям угнетает ее. Я прям чувствую, как ей тяжело физически. И интервьюеры тоже будет это чувствовать. Если ты в таком неком унынии, и тебе тягостно, он это почувствует и считает, что все, интервью ты точно не пройдешь. Поэтому нельзя ни в коем случае интервьюеру транслировать, что ты устал, что там тебя, условно, задолбало, тебе неприятно, что ты ошибаешься, что что-то идет не так. Нужно каждый раз себя выхватывать вот из этой эмоциональной ямы, которая возникает как раз, когда вот ты где-то ошибся, что-то тебе тяжело, не можешь никак понять, как дальше решать. И постоянно вот вставать и драйвить, драйвить, драйвить. Потому что очень распространена, кстати, такая тема еще у ребят, которые решают, что если они ошибутся в архитметики, то все, короче, весь кейс, они думают на смарку, и дальше уже без какого-либо энтузиазма решают, ну и он реально катится, они сами себе начинают копать вот эту яму. По-хорошему нужно просто встать, отряхнуться и бежать дальше. Да, получается, если мы выводим его в первый год, тогда 50 нам нужно умножить будет на 10, во втором год он уже на орбите, соответственно, 45 на 12, и третий год это 40 с половиной тоже на 12. Да, верно. Хорошо. Так, получается 1 миллион 526 тысяч. Это на одного, да? Да, это на одного. А сколько на всех? Так, сейчас, тогда это нужно будет еще умножить на 50. 76 миллионов 300 тысяч долларов? Да, правильно. Хорошо. Тогда переходим к подсчету костов. Ну, как в первом случае у нас была сразу цифра, может быть и в этом случае есть такая цифра за все 3 года все косты. Да, у нас в случае собственного использования костов на обслуживание больше, так как мы берем на себя ремонт весь, поэтому на 50% здесь у нас косты выше, чем в опции аренда. То есть 15 миллионов. Да, верно. Так, тогда считаем MPV, значит, выручка у нас 76,3 миллиона, минус первоначальные инвестиции такие же, то есть 10 миллионов, правильно? минус косты за все 3 года суммарные 15 миллионов и ставка дисконтирования такая же, нулевая. Посчитаем, сколько у нас будет. То есть, я так понимаю, нужно оценить рыночную его стоимость или... За сколько мы его можем продать, да. За сколько мы его можем продать. Значит, способ, который... я думаю, это можно оценить так. взять спутники, которые сейчас есть, такие же модели на рынке, и дисконтировать их стоимость с учетом срока службы нашего спутника. Да, хороший вариант. Что для этого вам нужно знать? Стоимость... Ну, значит, можно проще всего взять стоимость нового спутника. Угу. 26 миллионов долларов. 26 миллионов. Так, хорошо. И как мы знаем, значит, у нашего спутника уже два года прошел ресурс. А вот то, что... То, что нужно два месяца на то, чтобы выводить его на орбиту, наши потенциальные покупатели будут это учитывать? Ну, давайте скажем, что здесь это не учитывается с учетом. Окей, хорошо. 26 миллионов. Это новый спутник. Так, тогда мы можем просто поделить на 5 и узнать таким образом, сколько стоит... Ну, насколько дешевеет спутник за один год. Угу. Потом умножить это на 2 для того, чтобы... Так. Ну, или на 3, чтобы сразу узнать цены. Так. Это получается 5 и... Не на 5, 5 и 2 миллиона. Это насколько дешевеет спутник за один год. Соответственно, 26 минус 10,4. Это будет 15,6 миллиона. Это, значит, получается... Его текущая стоимость 15,6 миллионов долларов. Угу. Значит, это получается... Самый... Ну, в общем, маленькая стоимость с точки зрения... В итоге, самый вариант, который принесет меньше всего денег. Ты сказал, что надо, в общем, узнать стоимость и потом ее дисконтировать на то время срок службы, сколько у тебя этот спутник еще может прослужить, да? Оставить. То есть, точнее, наоборот, дисконтировать на то, сколько он уже условно там пролежал. Здесь ты применяешь подход расчета остаточной стоимости через вычет амортизации практически. Но ты у меня не валидировал, что использовать нужно именно линейный способ амортизации. Окей. То есть, равномерно размазывать на каждый год. Стоило меня спросить, как бы, я окей с тем, что мы равномерно посчитаем? Я бы тебе сказал, да, конечно, окей. Потом, значит, непосредственно расчет по продаже стоило упростить. То есть, ты его считал сложно, ты сначала посчитал, сколько у тебя амортизации в один год, потом умножил на два года, потом вычел из общей стоимости. Можно было просто взять 26 умножить на 3 пятых. То есть, у тебя осталось 3 года, всего 5 лет, соответственно, ты здесь убираешь просто 40%. Угу. Говорил с листком, то есть, смотрел на листы, рассуждения все твои шли именно, смотря на лист, не на меня. Угу. Во время тоже расчетов важно все равно отрываться от листка, там, заносить какие-то записи, но все равно отрываться и смотреть на меня. Потому что ты, опять-таки, когда говоришь, говори интервьюер именно. Окей. Давайте теперь поговорим касательно рисков. Давайте здесь упростим ситуацию, скажем, что нужно смотреть только на два типа. это операционные риски и легитимные риски. Давайте каждую из этих опций по этим типам сравним друг с другом, и вы скажете, что, вот, собственно, как, точнее, вы будете выбирать, и какая, на ваш взгляд, наиболее привлекательна, наименее рискованна. Окей, рассматриваем две сферы рисков, операционные и легитимные, для каждой опции, то есть продажа, аренда и, господи, собственный проект, собственное использование. Так, можно я тогда возьму минутку, чтобы подумать? Мне кажется, как я и говорил, риски здесь у нас возрастают с уровнем вовлечения нашего SEO, скажем так, то есть от самого минимального на этапе продажи до максимальных рисков на этапе собственного проекта. В случае продажи с точки зрения операционных рисков я вижу один риск, это то, что, ну, в общем, касающийся технического состояния нашего спутника, нет ли каких-то скрытых дефектов, которые... Мы же не запускали сами его в космос, мы не знаем, как он себя поведет, просто вот он лежал, может быть, есть какие-то моменты, которые повлияли на это, на техническое состояние. И те же самые операционные риски в случае аренды будут также складываться из наших технических рисков и рисков, связанных с обслуживанием. То есть поскольку мы обслуживание берем на себя, то у нас должны быть квалифицированные специалисты, которые умеют это делать, либо квалифицированные контрагенты, которым мы доверяем и которые не сломают нам спутник. В случае собственного проекта, помимо того, что я указал ранее, помимо рисков, указанных ранее, еще добавляется риск, связанный с эксплуатацией спутника на орбите, тоже экспертиза, по сути. И с точки зрения операционных рисков, возможно, с точки зрения операционных рисков у нас еще есть клиенты. То есть мы рассчитали, что у нас будет, например, 50 клиентов. Но это уже может быть риски, связанные с нашими расчетами. Насколько мы уверены в этих цифрах, может есть смысл провести анализ чувствительности и посмотреть, что изменится там с выручкой. Даже если она упадет, например, в два раза, и у нас будет 25 клиентов, то вариант с арендой уже может быть выгоднее. То есть здесь можно оценить риски, касаемо именно бизнес-модели и количества наших клиентов и стоимости. Значит, на риски брал минуту, потратил две с половиной. Риски, значит, расчетов, как ты их назвал, это не операционные риски. Ты сказал, что у тебя могут быть риски, в частности, связанные с тем, что мы что-то неправильно там посчитали, рассчитали и включил это в операционные риски. Но это вообще не относится к операционным рискам. И я тебе больше скажу, это не специфические риски, их вообще лучше не упоминать. То есть смотри, если ты понимаешь, что тот риск, который ты называешь, можно назвать абсолютно в любом кейсе, независимо вообще от ситуации, а к этим рискам относятся риски там неправильного планирования, неправильных расчетов, там, я не знаю, какой-нибудь макроэкономической ситуации, это все не подходит. В каждом кейсе должны быть риски, которые конкретно применимы к данному проекту. То есть вот здесь был конкретный риск легитимный. У нас пакет документ неполный, для каждой опции нужна была определенная полнота этого пакета. Как ты правильно заметил, для продажи она максимальная, для аренды она чуть поменьше, для собственного использования она еще меньше. потому что мы не передаем вообще ничего никому, никаких прав, поэтому у нас и пакет может быть, ну, у нас на руках мы никому не показываем его, ну, там, кроме регулятора. Но здесь мы могли это как раз уточнить, а нужно ли ему вообще показывать или нет. Да, а вот как сказать риски, вот которые я связывал с расчетами, я имел в виду, что вот эта цифра в 50 клиентов, ну, то есть откуда мы ее вообще взяли, да, вот мы говорим, мы планируем 50 клиентов иметь. И я как раз хотел задать, что, окей, а если мы неправильно это планируем? И там по факту будет там 30 клиентов, например. Слушай, ну, это можно было сказать о любой цифре. Можно было сказать и о цифре в 50, и то, что дисконт 10, а мог бы быть и 20. То есть риск неправильного планирования нет, а он вообще не специфичный, потому что здесь всегда тебе цифры какие-то даны по кейсу, который ты используешь, и как бы риск того, что что-то здесь не так, но он присутствует в любом кейсе, в любом кейсе с цифрами. Поэтому он никак не специфичен. Вот если бы мы говорили о риске того, что конкретно там есть проблема техническая с обслуживанием такого количества клиентов спутником, который может быть и не достаточно там в хорошем состоянии в связи с тем, что он был куплен с рук, и мы ничего не знаем о нем, вот это да, это специфический риск. Но опять-таки это риск скорее вот операционный, да? Окей. С точки зрения легитимных рисков, как мы упоминали ранее, мне кажется, во всех трех случаях будет риск, связанный с паспортом. То есть у нас неполная документация на это оборудование. Где этот риск будет наиболее значимым? В какой из опций? Мне кажется, этот риск будет наиболее значимым в опции, связанной с продажей. Угу. Почему? Я не уверен, что правильно продавать вещи с неполным комплектом документов, и если в случае собственного использования это можно как-то скрыть, если нет каких-то проверяющих органов, то в случае продажи, скорее всего, эта сделка оформлена официально, если будет, то это вряд ли как-то можно скрыть, и следовательно, это может привести к тому, что спутник вообще не получится продать. Говорил про легитимные риски, ты сказал, что в продаже мы не можем скрыть, что что-то не так, а в собственном использовании можно попробовать. Не бизнесовая история по поводу махинации, да, лучше вообще такое не озвучивать, ни в коем случае на кейсах все вот серые схемы оставить как бы за скобками, да, потому что опять-таки тебя проверяют на то, насколько ты готов выйти к клиенту, ему что-то рассказывать. Лицо компании, ничего незаконного предлагать априори нельзя. Окей, хорошо. Буквально еще секундочку, значит, в случае аренды я вижу легитимный риск, связанный с субарендой, ну, это когда наши арендаторы будут сдавать этот спутник в свою очередь в аренду и на этом зарабатывать деньги, и, возможно, еще как-то неправильно, может быть, эксплуатировать спутник, и... Ну, в общем, да, субаренды обычно это нежелательное для них. И еще есть риск, может быть, связанный с сертификацией, поскольку, опять же, мы не знаем, как раньше использовался этот спутник нашим другом, может быть, нужно проходить какую-то регулярную сертификацию для того, чтобы продолжать его использовать, и, может быть, в следующий раз он не сможет пройти эту сертификацию. Вот. Те же самые риски, соответственно, паспорт, субаренда и сертификация в собственном проекте. В принципе, все, я бы оценивал их так. Когда я тебя спросил о том, что... зови мне, какая самая подходящая опция по рискам и что ты выберешь, я дальше тебя собирался повести уже к рекомендации, но ты сказал, подождите минутку, давайте я еще договорю. Опять-таки, возвращаясь к тому, что я тебе до этого говорил, слушать надо интервью. Если он тебя ведет дальше, значит, все бросаешь и идешь. Соответственно, ну, здесь возникает сразу интервью непонимание в части, насколько ты вообще в команде можешь работать и слушать его, как своего продакт-менеджера. Вот. И насколько ты там гибок, чтобы там бросить свой текущий подход. Там я был... У меня был план, и я ему следовал, да, условно. Не смотрел ни на что другое. И вот пойти туда, куда тебя направил интервьюер. Поэтому важно показать интервьюеру, что ты можешь быстро подстраиваться и идти туда, куда нужно в данный момент. А есть риск того, что интервьюер там, может, что-то не полностью понял, а я это не успел сказать? Или же он останавливает тогда, когда понимает, что, ну, все, то есть, дальше уже не важно, что ты скажешь, и мы можем там переключаться к следующему блоку? Смотри, если ты чувствуешь, что интервьюер что-то мог не понять, да, понятно, мы все люди, может быть такое, то ты вначале спрашиваешь там, могу ли я там дополнительно все-таки сказать об этом или же пойдем дальше? А, понял, хорошо, уточните. То есть, просто уточняешь у него, как бы, окей он с тем, что ты не скажешь вот этого? Угу. Если окей, то как бы да, если он поймет, что да, действительно, скажи, ты спокойно говоришь. Окей, какую опцию с точки зрения рисков вы бы выбрали? У нас в случае продажи, как мы говорили, 15,6 миллионов наш профит, в случае аренды у нас профит 50, нет, сколько у нас профит? Так, в случае аренды профит 65, да, и в случае собственного использования профит получается 51,3. Угу. Я тебя попросил сравнить опции исключительно по рискам. Я прям вот спецификально тебе сказал об этом, но ты все равно добавил туда NPV, притянул, и уже вот в контексте вместе пытался сравнить. Хотя я тебя вот конкретно по этому спрашивал. И еще такой момент, ты сказал, что добавляешь профит, да, и называл все это профитом, но по факту это было NPV, а профит это прибыль. Здесь надо быть аккуратным, потому что интервьюер может подумать, что ты неправильно как бы понимаешь термин профит. Ну, я на самом деле просил вас сравнить только с точки зрения рисков. Да, с точки зрения рисков я бы порекомендовал аренду, на мой взгляд, потому что по рискам она является таким медиумом, в принципе, она не требует от нас больших операционных усилий, которые нужны в случае собственного проекта, ну и она при этом принесет намного больше денег, чем продажи. Это все страна профита, но мне кажется, как мы видим по рискам, она посерединке. Я бы был арендом. Ну, окей, хорошо, давайте тогда здесь остановимся и перейдем непосредственно к рекомендации нашему клиенту. Хорошо, тогда я возьму минутку, если можно подготовить рекомендацию. Значит, наш клиент CEO телекоммуникационной компании стоит перед вопросом, что же делать с его спутником, который он купил у своего друга. Мы в результате анализа выделили три опции. Это опция продажи, опция аренды и опция собственного проекта. мы также оценили риски. С точки зрения профита опция продажи принесет меньше всего денег, это 15,6 миллионов. Опция аренды принесет больше всего денег, это 65 миллионов. И опция собственного проекта принесет 51,3 миллиона. Это среднее значение. С точки зрения рисков и профита моей рекомендации будет выбрать опцию аренды, потому что она несет в себе средние риски и наибольший доход. Но здесь нужно учитывать несколько факторов. Нужно решить вопрос с паспортом и сертификацией, то есть это, кстати, будет среди следующих шагов. И нужно понять, каким образом мы, ну, то есть учитывать в договоре возможность субаренды, возможность или невозможность субаренды, для того, чтобы убедиться, что мы зарабатываем там максимально возможные деньги. Следующими шагами, я бы порекомендовал либо взять паспорт у друга, либо пройти техническое обследование этого спутника, для того, чтобы точно быть уверенным в его пригодности для эксплуатации. Вот, это критически важно в случае, если мы сдаем его в аренду. В принципе, все. Окей, хорошо. Большое спасибо. Значит, здесь было лишнее абсолютно вступление о том, какая была проблема у клиента, что мы проанализировали, какие были опции, это все не надо. У тебя рекомендация состоит из трех блоков. Первый блок это ответ на вопрос вопросы кейса. Второй блок это риски. И третий блок это Monday Morning Plan slash Next Steps slash Big Picture. Вот. Первый блок у тебя состоит из двух подблоков. Это непосредственно ответ на вопрос вопроса и аргументация буллетами. Если несколько буллетами, если один просто один. Риски состоят тоже из двух подблоков. Это непосредственно сам риск и его митигирование, хеджирование. Окей. Ну и третий это в соответствии с тем, что я тебе сказал, либо одно, либо второе, либо третье в зависимости от кейса. Если мы говорим про операционный кейс, то это, как правило, Monday Morning Plan. То есть, переводя, это первое, что можно сделать в понедельник. То есть, это краткосрочные шаги. Ну, условно, ты по кейсу узнал, что у тебя там постоянно сбоит комбайн, у тебя компания по добыче руды, и тебе достаточно просто купить новый, что можно сделать буквально в этом месяце и уже у тебя будет решена проблема. Поэтому это Monday Morning Plan, ты рекомендуешь сделать конкретно эти шаги. Если Next Steps это более долгосрочные шаги, это скорее про кейсы про Growth Strategy, по Market Entry, которые вот именно горизонтом то от нескольких месяцев до года. Big Picture в основном используется в кейсах про Private Equity Фонды, где ты по кейсу обсуждаешь с клиентом использование активов и развитие проектов в одном направлении, но в целом понимаешь либо по кейсу, либо из своего знания общего, что можно еще что-то дополнительно сделать, и вот идет вот это доп. продажи как раз на этом месте Big Picture. Значит, поэтому надо было в самом начале сказать, что мы выбираем опцию аренды, потому что она, во-первых, приносит наибольшее количество денег, NPV, наибольшее, во-вторых, оно наименее рисковое. Все. Ну, не наименее, но среднее. баланс, да, у тебя как бы баланс риска и финансовые выгоды, он наилучший. Можно было так сказать, в принципе. Тогда у тебя была одна, один point, аргументация. и значит, в конце ты фактически не сказал про next steps, твой next steps это был один шаг и он был про митигирование. Но, как я тебе сказал, митигирование, оно блоки рисков, а next steps это не относится к митигированию, чтобы ты понимал. Митигирование, оно отдельно. А какие здесь, вообще всегда-то нужно стараться указывать next steps или это... По-хорошему, да, по-хорошему стоит сказать, что клиенту еще предстоит сделать. То есть, в нашем случае нужно было сказать, что ему надо подготовить документы для создания компании, которая будет сдавать этот спутник в аренду и подготовить все для запуска спутника в космос. То есть, это то, что ему нужно сделать. Создать компанию, запустить спутник. Понял, окей. Подытоживать может быть над чем мне сначала стоит работать, потому что фидбэк очень большой получается. Я понимаю, что где-то я не дотянул может по теории, где-то я не дотянул по ну, деливерингу, то есть, там, руки были или я не брал время подумать. Где-то, может, я со счетом, хотя нет, со счетом. За счетом у тебя хорошо все было здесь, ты молодец. Норм, да, но это по счету несложненький в принципе был. Вот с чего мне стоит самое главное начать завтра же работать, может быть, самое такое, что бросается в глаза и... Monday morning plan, да, твой? Да-да-да, типа того. Смотри, значит, первый момент, следить за временем. В середине декабря будет первый раунд BCG, так что у меня не так много времени. Ну, Смотри, первый момент это следит за временем. В общем, здесь тебе нужно всегда держать в голове, что у тебя немного времени, если ты, как я тебе говорил, да, берешь на стартовую структуру, до 4 минут можно потратить, не больше, но при этом ожидают, что ты придешь супер широкой, супер глубокой структурой, если уж 4 минуты потратил. Если потратил 2 минуты, то там достаточно 3 уровней. Если 4, уже 5 уровней нужно, чтобы было. Вот. Это первый момент. Второй момент это, конечно, не проваливаться в эмоциональную яму, постоянно себя вытаскивать и драйвить по кейсу, что бы ни происходило, интервьюер должен видеть так называемый энтузиазм, у них даже есть чек-лист, я его видел в Excel, есть блок называется энтузиазм, соответственно, если там чек ставят, значит, ты по этому параметру прошел, что он фактически обозначает, что ты драйвишь кейс, что интервьюер видит, что ты прямо вот очень заинтересован в решении этой проблемы, что тебе прямо интересно ее решать. Вот. И третий момент это, конечно же, на одном кейсе мы с тобой наверное этого не поймем прямо, потому что он такой был нестандартный, ты вначале растерялся, но это вот структурность, структурность твоих структур, извини за тавтологию, то есть здесь я не везде видел миссишность. Окей, то есть просто стоит практиковаться, писать структуру для кейсов на время с разными уровнями и глубины. Да, 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 да. Хорошо. Ну, как твое состояние? Состояние нормальное, кейс интересный. Вначале я тупил жестко, тупил, то есть мне очень много подсказывали на самом деле. Единственное, я не понял на самом деле насколько это кандидат лэд кейс или интервьюер лэд кейс? Ну, на самом деле оно комбинированное, то есть здесь всегда нужно быть готовым на самом деле вне зависимости от того, с кем ты решаешь в какой компании, будь это McKinsey, где больше тебя ведут, и будь то это BCG, где ты ведешь, все равно встречаются ситуации, когда хотят именно драйвить от кандидата, чтобы он шел по кейсу. И даже если тебя направляют в разные куски структуры в том же типе, когда тебя интервьюер направляет в отдельный блок, все равно внутри блока ты должен драйвить, ты должен в нем доходить до решения, которые от тебя хотят, то есть постоянно тебя вести на микро менеджменте никто не будет, поэтому здесь нужно максимально самому проявлять инициативу и драйвить кейс. не ждать, когда интервьюер тебя поведет. Если он тебя поведет, отлично, слушай его внимательно, иди, куда он тебя посылает. Как только послал тебя туда, ты туда приходишь и начинаешь взрывать танцпол, условно говоря. То есть нужно чувствовать интервьюер от тебя, что ты готов справиться с любой проблемой, куда бы он тебя не закинул. Потому что консалтинг это все про то, что закидывают в неизвестную область, и там нужно показать себя как можно быстрее и как можно лучше. Продолжение следует...